Приветище, это Трейлмейкерс. И не удивляйся, что у меня такой голос. Но тем не менее, несмотря на то, что я болею, я всё равно записываю для тебя видос. И мне кажется, это заслуживает отдельного лайка. И, конечно же, порадуй меня своей подписочкой, если ты ещё не подписан, а те, кто подписан, просто вообще красавчики. Короче, в прошлой серии мы с тобой делали самолёт. Меня по полной обосрали в комментариях вообще. Просто капец как. Сказали, что ты нифига не знаешь физику. Ты неправильно прикрепил двигатель. Нужно их сделать не сверху, а снизу, как на настоящих самолётах. И тогда вот этот вот драндулет полетит. Ну вот, я это, в принципе, исправил. И давай сегодня посмотрим, полетит ли в итоге эта чудо-штука. Залазим, короче, в неё. Всё, понеслась вода горячая. Берём разгончику. Теперь подключаем двигатели. А так. И вроде бы как мы летим не вниз, а вверх. И что-то у нас даже получается. Смотри. Но всё равно двигатели нас скружат. Просто нам нужен пропеллер. Вот и всё. Или полностью переделать конструкцию. Тогда всё, возможно, получится. Так, вот мы летим. Меняем положение. Всё очень сложно, но... Но мы летим! Обалдеть! Но, видишь, нас немножечко поворачивает. Хочешь что-то и сделай? Нам нужно ещё одно рулевое управление. И вот, в принципе, всё готово. Давай проверим. Вот я поворачиваю вместе с колёсами. Ну, вроде должно работать. Но это не точно. Разгоняемся исключительно на реактивных двигателях. Так, вот мы летим. Как насчёт повернуть? Вроде поворачиваем, но всё равно это нестабильная конструкция. Очень нестабильная. Так, так, тихо, тихо, тихо. Поворачиваем. Блин, нет. С поворотами вообще беда. Хорошо. Как насчёт сделать кокпит? А ещё так же у всех бомбило насчёт того, что я кокпит называл капотом. Я не представляю, как я мог прочитать это слово как капот. Но, видимо, моя серая жидкость в мозгу где-то подзастыла. Так, значит, вот эту кабину мы с тобой нафиг выкидываем. И ставим кокпит. Настоящую самолётную кабину. И теперь наш транспорт преобразился прямо-то. Посмотри, сменили кабину и сразу видок другой. Давай попробуем теперь с кокпитом. Надеюсь, нам это поможет. Так же взлёт осуществляем при помощи наших реактивных двигателей. Кстати, как насчёт того, чтобы их добавить побольше? Воу-воу-воу-воу-воу. Чё-то я не понимаю вообще, что происходит. Но! Есть одно но. Мы летим, мы не падаем. Это просто чешуя. Но то, что нас вот так вот поворачивает, хотя я ничего не жму, это меня очень жёстко напрягает. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Ой-ё-ё-ё. Хьюжтон, мы падаем. Спойдите меня, вызывайте МЧС. Всё, капец. Хотя нет, я ещё живой. Выжили, прикинь. Не убились. Ладно. Возвращаемся на нашу взлётную площадочку. Итак, это последняя попытка. Если нас всё равно будет уводить влево или вправо, то признаю конструкцию данного самолёта неэффективной. Ладно, всё. Погнали тестировать. Да блин, не дрифтовать, а взлетать, поехали. Я еще кое-что поменял. Дело в том, что мы на том маленьком колесике очень мощно дрифтили. Поэтому я вернул старые колеса. Их четыре. То есть теперь у нас полностью симметричный самолет. Ну, единственное, что может быть передок у нас потяжелее, задок полегче. Но это не должно сыграть роли. Взлетаем. Ну, если эта конструкция тоже провалится, то я делаю вывод, что... Да, мы все равно поворачиваем. Что же ты будешь делать? Но почему мы поворачиваем-то, ё-моё? Так, в другую сторону разверните нас, пожалуйста. Капец. Управлять стало еще сложнее. Ну, что ты будешь делать? Нет, самолет-то это не мое. Однозначно. Или эта конструкция просто не жизнеспособна. И нужно что-то другое искать. Короче, самолетами пока все. Мы вернемся к ним, когда я найду пропеллер. С пропеллерами будет все намного проще. Как насчет съездить вот сюда? Еще одна неразведанная часть острова. Так что, полагаю, что стоит туда залететь. Вот он. Вот он, наш неизведанный островок. Я вижу сразу два обломка. И мне даже стало любопытно, что же это может быть за обломки. Заходим на посадочку. Главное, в дерево не влечь. Да что ты будешь? Кто-ка об этом сказал, я сразу же влетел. Ооо, 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 почти. Почти. Есть! Приземлились. Итак, бежим скорее смотреть, что это за блок. А это у нас мини-ускоритель. Интересная штука. Для чего же она нужна? В любом случае, нам нужно ее стащить. Утаскивать такие большие блоки нам помогает монстр-трак. Отлично. Мини-ускоритель мы достали. Сейчас посмотрим, что эта штука творит. Опа! Доступен новый чертеж. Идем в строительство. Вот оно, это судно на воздушной подушке. Давай-ка его построим. Вау! Вот это тачка! Кажется, теперь я понял, как на воздушных подушках гонять нужно. Нам всего лишь, нам всего нужны были эти ускорители. Видишь, они по бокам подушки прикреплены. Здесь мини-ускоритель, здесь мини-ускоритель. Тут и тут. Это, короче, ускорители-поворотники. Короче, опускаем нашу новую тачку. Итак, как управлять ей? Во-во-во-во! Смотри! Вот как это все дело поворачивается. Теперь мы можем нормально гонять. Обалдеть. А как вперед? Как вперед? А, вот. Вот, вперед ехать можно. Вот как нужно было делать воздушную подушку. Без этих ускорителей ее невозможно сделать. Ну, теперь все понятно. И мы можем с тобой спокойненько гонять по лаве. Отешуеть. А в горочку как она зайдет? И зайдет ли вообще? Не, в горочку у нас ускорителей не хватает. Все ясно. Блин, ну круто же! Ладно, пускай эта конструкция пока полежит в нашем ящичке. А нам нужно с тобой достать еще один блок. Он где-то там наверху. Вот он, этот блок. И что же это у нас? Это клин. Но это скучно. Кстати, насчет моего дрона. Его же тоже можно снабдить ускорителями. Ну-ка, давай попробуем. Значит, вот это вот управление мы убираем. Наше колхозное. И ставим сюда ускорители. Вот эти вот маленькие. Разворачиваем их. Ну-ка, давай затестим. Взлетаем. Теперь мне нужно развернуться. И... И... Нифига не получается развернуться. Я поворачиваюсь не так, как я бы хотел. И это... Плохо. Очень плохо. Получилась какая-то воздушная каруси. Попыточка номер два. Взлетаем. Поворачиваем. Во! Теперь работает. Все как надо, но все равно что-то не то. Нужно поставить другую кабину. Значит, вот эту кабину мы выкидываем. И ставим вот эту. Она, конечно... Большевата. Очень большевата. А как насчет поставить туда руль? Воздушный джек-воробей. Ого-го. И бутылка яблочного сока. Попробуем с таким рулевым управлением. Проверяем наши ускорители. Все работает. Взлетаем. Кажется, все работает. Да, единственный минус с таким рулевым управлением это то, что очень плохая защита. Зато я рулю. Я прям вижу, как я рулю. Хорошо, мы летим пока в правильном направлении. Нам нужно немножечко развернуться, потому что мы сбились с курса. Вот так вот. Так, что-то кажется, я вообще закрутился. Ай, Поппи, крутиться так по полной. И просто в штопори вошел в землю. В этой, мне кажется, побольше защиты будет. Вроде, пока летим. Нам нужно подлететь вот сюда, к этим вот непонятным каменистым горам. Тут есть какие-то обломочки. где этот обломок вот он вот этот вот неизвестный обломок я думаю что здесь нам уже можно развернуться разворачиваемся это этот обломок должен быть здесь но я его чёт нифига не вижу оу удачное приземление пойдем искать обломок я его вижу это красный нестабильный обломок взрывоопасный это конус вот и ну ты конус ланька давай его заберем ты едешь со мной есть приземление и что же у нас тут петля прицепа ого какая прикольная штука надо ее отсюда как-то вытащить как насчет попробовать воздушную подушку так ли хорошо на перемещается по воде как по суше по идее она же должна перемещаться и по лаве а значит и по воде тоже значит цепляем а я не учел одно нас скорее всего сейчас перевесит вот этот мусор но давай попробуем зацепились и давай потащили 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 смотрим как наши подушки отреагируют на дополнительный вес главное не потонуть бы ну как бы да нас утопили хорошо тогда нам поможет в этом случае монстр трак петля доставлена короче при помощи нее при помощи этой петли мы можем делать теперь полноценные прицепы что очень круто и так настало время затестировать наши новенькие воздушные подушечки подушечки у нас включены заходим в лаву и мы летим мы управляем вот это кайф вот это я понимаю ништяк кстати а где у нас стоп я не могу остановиться как остановиться емае ребят как остановиться у нас есть снизу что-нибудь а снизу да вон когда я назад нажимаю у нас начинает вверх подниматься это типа тормоз я понял так значит полетели вон за тем блоком заберем его с тобой как тут опасно во первых здесь очень жарко во вторых если я куда-нибудь врежусь у меня что-нибудь отвалится все считай пиши пропала значит забираем этот блок врубаем магнит есть блок у нас я предлагаю блоки просто выгружать на суши где нет лавы их там оставлять а потом всей кучи их просто тут забрать вот тут например мы оставляем стой-стой-стой-стой тормози вот так вот мы их оставляем и едем за другим стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп очень плохо тормозит ай-яй-яй вылетели не так гонять не стоит по лавовым карьером так что будем аккуратненько себя вести вот он обломочек тихонечко это прям как я уже говорил ювелирная работа зацепить бы его еще ну давай давай есть контакт все мы зацепили его увозим на вулкане мы побывали достали все обломки за исключением вот этого этот находится не совсем на вулкане а на возвышенности туда можно залететь только на каком-нибудь летательном аппарате что очень геморно сейчас мы с тобой отправляемся на летающие острова искать там пропеллер потому что здесь и обшарил все острова ничего не нашел так что лети go первый летающий остров смотрим что у нас здесь есть отлично короче здесь у нас энергоблок это нам не нужно пока да и сложновато его доставать будет поэтому летим на следующий остров итак на этом островке у нас куча просто монет мне кажется что тут больше ничего кроме них нет да тут одни монеты обломков тут нет это печально черт как так можно было лажануться кстати несмотря на то что там куча монет карта показывает что там просто нереальное количество металла полетели туда еще раз проведем разведку возможно там есть какой-то потайной проход внутрь этой летающей скалы и конечко садимся есть приземление а это нифига не монеты были это были обломки именно логический вентиль фига себе это что такое вообще как это голограмма подождите здесь что датчик скорости офигеть и такое даже тут есть датчик расстояния блин сенсор высоты обалдеть это короче если ты все поставишь у тебя будет все автоматизированное то есть мне не нужно будет вручную все регулировать логический вентиль исключение или кайфово это нужно каким-то макаром забрать и в принципе вот эти вот механизмы мне понадобится для ракеты чтобы ее отправить в космос черт возьми как мне это все теперь стащить ладно фиг с ним пока пускай это все тут полежит нам нужно сейчас найти пропеллер так что летим куда а вон а то полетели островок ух тышь ё-моё какая здесь глыба здоровенная так приземляемся сюда сели и что это у нас такое лопасти винта вертолета ё-моё наконец-то я тебя нашел здорово нет я не знаю Силайн нет дай попробуем итак вот такой вот огроменную штуку соорудил 4 магнита 4 реактивных дракона я думаю что это все не полетит но попробовать стоит давай проверим магниты врубаем их так опачки вижу один магнит у нас не в ту сторону смотрит это плохо так попыточка номер два да что ж ты будешь делать магнит и чё издеваешься что ли я же тебе повернул нормально вот так попыточка номер три врубаем все магниты зацепились но у нас есть проблема у нас вот тут видишь разъединился каркас ладно не беда попробуем взлететь чё-то как-то не летится а если мы отцепим магнит и попробуем слететь каркас залетает ой 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 что-то не так пошло вылазим если мы поставим один магнит и будет он у нас вот здесь а вместо остальных мы добавим еще двигателей итак последняя попыточка если она тоже у нас не удастся то мы тащим мы его тащим смотри и черт подери мы падаем нам бы упасть куда-нибудь на сушу ой кажется мы потеряли обломок куда он падает такой огромный метеорит падает еще как бомбанется об землю все и кранты так он упал и куда он покатился отлично он катится пока туда куда нам нужно но давай же давай же давай же давай же шустрее пожалуйста шустрее падаем черт главное не воду главное не воду выпрыгиваем вот это я вот это красавчик срочно призываем наши монстр трак быстрее кидаемся за не только не туда не успел я не успел может быть мы его вытащим успеем как нибудь давай дельфинчик вся надежда на тебя обожги ну-ну-ну-ну есть мы его вытолкнули обратно я думал сейчас исчезнет ну и все в принципе осталось только дотащить до дрона а это вообще фигня ой тут не так я делаю вот так вот надо отлично тихонечко сюда заезжаем лопасти винта вертолета теперь у нас есть отпустите мой монстр трак спасибо ну-ка берем все тот же наш старый образец вот они лопасти винта вертолета и ставим их сюда посмотрим что получится вот так вот выглядят лопасти давай попробуем теперь взлететь ну-ка берем разгончик а они нас и не поднимает ты прикинь нормальные такие лопасти и не поднимает нас может быть нам верхнюю часть убрать тогда все получится это же все таки уже полноценный винта хотя подожди что-то тут не так как-то сами винты расположены не так ты видишь это ну-ка надо бы перевернуть вот по-моему они должны так вот быть вот лопасти расположены уже теперь нормально пробуем вот получилось единственное что нужно это сделать две вертушки вот вот такая вот конструкция у нас получилось ну-ка пойди теперь нас не должно переворачивать взлетаем ну не должно так не должно но все равно теперь у нас перед тяжелее стал давай тогда поставим грузики вот так вот их налепим и посмотрим ну почти 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 можно еще грузов налепить так вот уже лучше так короче понятно еще далековато нам до вертолета но уже какие-то возможности нам открылись возвращаемся обратно на летающие острова вижу еще один огроменный обломок приземляемся ой высоко наверно выпрыгнула нет нормально что это сиденье оператора а так это для космического корабля уже нужно так но это нам пока рановато доставать точнее это будет сложно достать потому что снизу у нас хотя нет снизу у нас есть там остров на который мог бы этот обломок свалиться чертой попробуем сталкиваем эту бандуру вниз посмотрим как она упадет давай падай так она падает и мы вместе с ней ух если бы я не выпрыгнул то боюсь улетел бы нафиг вниз смотрим упадет ли она вниз туда куда нам нужно так 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 оно падает на остров но к сожалению вроде держится пока держится отлично пока держится нам нужен будет сейчас дельфинчик так дельфинчик есть правда дельфинчик разломался но ничего у нас кажется получилось упасть в воду невредимыми так тихо 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 не падаем не падаем нам нельзя падать так готово все прем его отсюда оу е оу оу стой 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 братюнь подожди не уплывает нас а братенька давай фух давай 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 еле успел Давай мы тебя закинем наверх. Ага, вот так вот. И поехали. Сидение оператора. Отлично. Я думаю, что на сегодня все. Мы очень огромное количество мусора сегодня доставили в дрона. Думаю, что следующая серия будет уже финальная. Мы построим еще парочку интересных машин. И, соответственно, уже к саму ракету. И нафиг улетим отсюда. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайк-код. Если ты его еще не поставил в самом начале, конечно же, подписочка. Если ты не подписан. И комментарий под видео. А на этом все. Удачи. Пока. Увидимся в новом видео.